Добрый день на 12 канале час новостей в студии Юлия Комарова и вот о чем мы сегодня расскажем. Неполадки устранены, билеты на автовокзале вновь можно приобрести всеми доступными способами. Зимой не замерзнут или устраняют последствия большого пожара. Люди взбодоражены, поэтому люди просят помощи. На линиях строят временный газопровод, когда он заработает. Продумать пути объезда заранее. В Омске перекроют центральную магистраль. Какую именно и насколько. Не сломленным, а не сломленным. Хотелось бы, чтобы Омск представлял больше таких материалов. Показ одноименного фильма 12 канала с успехом прошел в Стаханове. Именитый болельщик из столицы, который даст правильный настрой на весь предстоящий сезон. Фигурист Роман Костомаров посетил в Омске первый матч авангарда. Ну а сегодня ястребам предстоит непростое сражение с нефтехибиком. В кассах автовокзала удалось возобновить продажу билетов. Об этом сообщили в Омск облафтотрансе. Напомню, накануне возникли технические проблемы. Жители билеты не могли приобрести ни в кассах, ни онлайн. Только у водителя или контролера. Теперь неполадки устранены. Работа проводится в штатном режиме. Скоростная электричка «Ласточка» свяжет Омск и Екатеринбург. Маршрут, который раньше следовал лишь до Тюмени, решено продлить. Теперь попасть в столицу Урала можно за рекордные для транспорта 12 часов. Это самый длинный путь в истории «Ласточки». Стать пассажиром электрички можно будет с 15 декабря. Первое отправление из Екатеринбурга состоится в 6.45. В Омск пассажиры попадут в районе 19.45. Пока расписание действует только по направлению из бывшего Свердловска, дополнительная информация появится чуть позже. В Омске для пострадавших пожара на линиях проложат новый временный газопровод. После ЧП в июле этого года десятки домов остались без коммуникаций. Часть из них оперативно восстановили, но некоторые работы идут и по сей день. Специалистам с Горгаза приступили к подготовке перед установкой временного газопровода. Сдать объект должны до конца октября. На месте побывали наши корреспонденты. Работа кипит. Здесь сейчас начали прокладывать временный газопровод. Делают все максимально быстро и с максимальным качеством. В данный момент сейчас производится промывка поврежденного участка газопровода с 19 линии. Соответственно, задвижка у нас находится внизу в фойме реки. После чего будет произведена продувка уже воздухом и, соответственно, восстановление поврежденного участка газопровода. Крупный пожар на улицах 18 и 19 линии произошел в июле этого года. Один человек погиб. Огонь повредил инженерные коммуникации. Причиной пожара стала утечка газа, которую могло спровоцировать размытие грунта из-за обильных осадков. Специалисты провели дополнительное обследование участка. В результате разработано техническое решение. Новые временные надземные газопроводы оснастят устройствами для контроля изменений положения труб, а также отключающими приборами на случай выявления движения подземных участков. Губернаторам поставлена задача, чтобы смонтировать временный газопровод и подать газ для нужного населения юрлиц до 1 октября. Мы активно сейчас этим занимаемся. Грязь и воду надо откачать. Подготовить этот газопровод к присоединению вновь к смонтированному газопроводу. На разработку и реконструкцию постоянного газопровода требуется время. Объект сложный. Подготовить документацию должны до декабря этого года. А реализовать проект – до мая следующего. Пока же тепло обеспечит временный газопровод. Как все будет проходить, пострадавшим жителям рассказали на собрании. Передали людям наш план, график производства работ. Кроме того, прокуратура взяла на особый контроль ход производства работ. От правительства также будем мониторить ход выполнения работ. И 1 октября с жителями договорились снова здесь встретиться, чтобы пройти по домам и посмотреть, как производится пуст газа в каждое домовладение. Электричество очень дорогое, дрова очень дорогие. И печи у людей, стоящие по 10-15 лет, не протапливались. То, конечно, они сейчас протапливаться уже не смогут. Нужно все полностью переделывать. Это большие затраты для людей. Поэтому люди взбудоражены, поэтому люди просят помощи. И мы очень рады, что откликнулись. И верим, надеемся, что все-таки у нас у всех будет тепло. А еще решено провести встречу жителей с представителями электросетевых организаций. Попутно был ряд вопросов по качеству и по уровню напряжения. Предложили, чтобы в пятницу, также в 6 часов, приехало руководство Омско-Электро-Омско-Энерго. Если надо, будет какие-то с нашей стороны вместе с энергоснабжающими организациями действия провести. Я думаю, что мы найдем какие-то решения. В ближайшее время поступят выплаты от компании-страховщика газопровода. Жителям, которые лишились крова и имущества, оказали помощь в срочном порядке. В том числе и юридическую и психологическую поддержку. Уже на четвертый день после пожара по поручению Виталия Павловича Хаценко из областного бюджета были выплачены средства 31 заявителю. Кроме этого, специалисты комплексного центра Пинаты, конечно, подходили индивидуально к проблемам каждой семьи. Был организован и сбор коммунитарной помощи. Ну а пока, чтобы не мешать ремонту, до 10 сентября движение по улице 19-я линия ограничено. Организован объездной путь. Денис Жарков, Наталья Змага, Юрий Репин, 12 канал. И уже в это воскресенье, 8 сентября, пройдет единый день голосования. А мечам предстоит избрать депутатов городского совета на территории двух округов. Центрального и Ленинского. В каждом будет представлено по четыре кандидата. Все они общественные деятели и члены политических партий. Отмечу, что в единый день выборов избрать на участке будут работать с 8 утра и до 20 часов. А для тех, у кого нет возможности подойти в назначенное время, доступно досрочное голосование. Сегодня с 4 до 8 часов, а завтра с 10 до 14. В центре Омска ограничат движение транспорта в связи с церемонией открытия второго этапа аллеи олимпийцев. Завтра с 8 утра и до 6 вечера перекроют улицу Думскую на участке от Ленина до проспекта Маркса. Кроме того, рядом с местом проведения мероприятия будет запрещена парковка с 7 утра до 6 вечера. Автолюбители просят скорректировать свои маршруты объезд по улицам Ленина, Лермонтова и проспекту Карла Маркса. На бабье лето рассчитывать не приходится. Синоптики спрогнозировали более прохладный, чем обычно сентябрь. В целом на юго-западе Сибири днем будет преобладать температура 13-18 градусов, а по ночам всего плюс 3, плюс 8. В отдельные дни столбик термометра будет опускаться до дневных 8-13 градусов, ну а в ночное время может понижаться до минус 4. Осадка в Омске будет в пределах нормы. Напомню, что в этом году осень началась заморозка. В первые дни сентября погода была прохладной и дождливой. Небольшое потепление до плюс 19 ожидается только к середине следующей недели. И самолет, который совершил экстренную посадку в пшеничном поле, по Домосибирскам начали разбирать. Работы будут проходить вплоть до декабря этого года. Некоторые детали лайнера уже прошли тестирование. После повторной проверки станет ясно, какие из них смогут дальше использоваться по назначению. Остальные ждет утилизация или ремонт. Напомню, инцидент произошел почти год назад. Борт летел из Сочи в Омск, но при заходе на посадку у него сработал датчик неисправности гидросистемы. Пилоты приняли решение уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Серьезных травм не получил ни один пассажир. В Стаханове состоялся показ фильма 12 канала «Несломленный». Картину о Герои Советского Союза Дмитрия Карбышева показали студентам среднепрофессиональных учреждений города. Сеанс приурочили ко дню освобождения Стаханова от немецко-фашистских захватчиков. И провели в том числе и с целью изучения истории родного края. В Стаханове есть улица, названная в честь генерала Карбышева. Однако не все горожане знают, чем знаменит этот человек и какие подвиги совершил во время Великой Отечественной войны. Фильм «Несломленный» позволил восполнить этот пробел. Очень интересная его история. И хотелось бы, чтобы Омск представлял больше таких материалов, чтобы узнать историю всех регионов России. Спасибо огромное за эту возможность, что как можно больше ребят как раз узнают об истории Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева и о том, что они станут частичкой нашей большой истории, нашей большой Родины, Российской Федерации. Добавлю, что фильм «Несломленный» в 2021 году был удостоен высшей награды Всероссийского телевизионного конкурса «Тэфи-регион» «Золотого орфея» работы Эрнста Неизвестного. Картина режиссеров Андрея Кириллова и Светаны Лазаревой рассказывает о жизни и судьбе героя Советского Союза Дмитрия Карбышева с момента его рождения в Омске и до последних минут в застенках концлагеря Маунтхаузен. Зрители смогли узнать интересные факты из жизни талантливого военачальника. Авторы рассказали не только о подвиге генерала, но и непростой ситуации в семье – гибели первой жены, предательстве сослуживцев. Готов к труду и обороне. Сегодня в Омске на территории школы номер 99 пройдет традиционный фестиваль ГТО среди школьников. Ребята смогут пройти ряд испытаний. Среди них подтягивания, отжимания, наклоны вперед на гимнастической сканье, поднимание туловища из положения лежа, челночный бег, а также прыжки. Начало торжественного построения в 10 часов. На старты заявлено 150 участников. Напомню, что тестирование проводится не только с целью проверки физических данных учащихся. Также отличившимся вручают значки ГТО, которые могут дать дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Фестиваль проходит в нашем регионе уже в шестой раз. За это время в тестовых испытаниях приняли участие больше 13 тысяч школьников из 53 школ. Омский пианист Сергей Баженов стал серебряным призером международного фестиваля классической музыки «Кустендорф Классик». Его на протяжении 11 лет организуют всемирно известные режиссеры «Мир Кустурица» и компания «Газпромнефть». Конкурс проходил с 31 августа по 3 сентября в сербской этнодеревне Дровенград. Юноша уже успел поделиться эмоциями от победы. Подробности в сюжете. Неравнодушен к фортепиано с детства. Сергей Баженов виртуозно владеет клавишным инструментом уже более 10 лет. Творческий путь был предопределен с рождения. Юноша воспитывался в семье музыкантов. В этом году Сергей окончил Омское музыкальное училище имени Шибулина. Уже дают сольные концерты в родном городе, а на днях стал призером престижнейшего международного фестиваля «Кустендорф Классик». Та программа, которую я играл сейчас, она у меня была на госэкзаменах. И вся эта программа была сразу же подобрана. Я знал, что именно ее я буду играть, потому что она мне безумно нравится. Не смогу детально передать словами, что я на данный момент ощущаю. Вот. И в целом это все для меня как-то в некотором роде даже непредсказуемо. Но на самом деле я рад. Я рад. Я доволен. Сергей Баженов принимает участие в фестивале уже второй раз. В прошлом году ему не удалось выиграть награду, однако сейчас он вернулся домой с победой. Принимали участие в фестивале вокалисты из Омска. Студенты музыкального училища имени Шибулина Алена Тульникова и Артем Мартиросян. Кустендорф Классик проводится с 2013 года известным сербским кинорежиссером Эмиром Кустурицей при поддержке компании «Газпромнефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». На протяжении 11 лет его организуют в этнографической деревне Дервенград, которая была построена как декорацией для съемок фильма «Жизнь как чудо». Место превращается в такой импровизированный концертный зал под открытым небом, в горах. Конечно, впечатления от этого места во многом станут впечатлением на всю жизнь до каждого молодого музыканта. Я считаю, что благодаря этому сотрудничеству, дружбе с Эмиром Кустурицей с нами и со всеми, кто помогает, мы смогли сделать потрясающий фестиваль. В этом году мероприятие проходило с 31 августа по 3 сентября. Фестиваль собрал более 30 молодых музыкантов из России, Белоруссии и Сербии. Участники конкурсной программы выступили в четырех направлениях – вокал, фортепиано, духовые и струнные инструменты. Победителей определила международная жюри Амич Сергей Баженов. Разделил призовые места с представителями Сербии и Белоруссии. Первым стал скрипач Матия Спасоевич из Белграда, третьим – саксофонист Дмитрий Шувалов из Минска. Этот фестиваль – продолжение моей старой идеи о том, что Дрвенград должен принимать всех многообещающих молодых артистов. Они, выступая в компании более опытных коллег, могут сделать здесь первые шаги в карьере, которые приведут их к удаче. Премьерные постановки, выступления обладателей наград престижных конкурсов, номера от учащихся музыкальных школ из Белграда и лекции о творчестве известных композиторов. Для конкурсантов и гостей Кустендорф Классик была подготовлена насыщенная культурная программа. Фестиваль стал замечательной возможностью для начинающих исполнителей, чтобы познакомиться с заслуженными мастерами искусства, обменяться опытом, впечатлениями и выступить на международной сцене. Ксения Пашкова, Юлия Вдовиных, 12 канал. Фигурист Роман Костомаров посетил в Омске первый матч «Вангарда» в новом сезоне. В качестве подарка олимпийскому чемпиону вручили джерси с номером 55. Напомню, в начале прошлого года фигурист попал в больницу с пневмонией. Врачам пришлось ампутировать ему голени, кисть правой руки и пальцы на левой. Сейчас Костомаров продолжает заниматься спортом. Своими впечатлениями от игры фигурист поделился в соцсетях. Добавлю, что первая игра ястребов прошла успешно. Обыграли Сибирь со счетом 2-1, несмотря на то, что на лед не вышли лидеры. Рид Бушей и Владимир Ткачев, которые восстанавливаются после травм, поэтому пропускают начало сезона. Справится ли «Авангард» без своих главных звезд в схватке с Нижнекамским нефтехимиком, узнаем сегодня. Начало матча на G-Drive-арене в 19 часов и 30 минут. Далее прогноз погоны на все наши новости доступны в социальных сетях. В ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695-641 и оставайтесь с нами. Вот сколько времени вам понадобится, чтобы найти работу на зарплате РУ. Три, два, один. Все. А сколько вакансий найдете вы? Чем украсить свой сад сегодня, чтобы он следующей весной радовал вас яркими красками? В этом поможет гортензия. Она поистине станет украшением любого участка. Это растение получило за последние годы большую популярность у российских садоводов. Особенно тех, кто предпочитает грядкам, ландшафтный дизайн. Подробности далее. Хочется продлить сибирское лето? В Омском садовом центре «Живой сад» знают как. Нужно лишь посадить на своем участке гортензию. Сейчас в питомнике действует акция. Минус 20% на этот многолетний кустарник. Соцветия гортензии могут держаться до ноября. В «Живой сад» десятки сортов. Например, сорт «Металлика». Неприхотливая. Густой компактный кост. Соцветия крупные. И меняют цвет от лаймового до розового. А еще в наличии нашумевшая новинка отечественной селекции гортензия «Метельчатая краса Лискула». Очень неприхотливая. Морозостойкая. У нее густой компактный кост. Побеги плотные. Соцветия очень крупные. 25-30 сантиметров. Приходите за своей красавицей в «Живой сад». Кроме того, сейчас в «Живом саду» можно приобрести со скидкой в 15% хвойные, розы, клематисы, многолетники, пионы и сирень. Спонсор выпуска – шакарян Лаура Георгиевна. Выставка «Фермерская ярмарка от Абхазии до Камчатки». Натуральные домашние продукты и деликатесы напрямую от фермеров. И о погоде. Завтра, 7 сентября, в Омске переменная облачность, возбожен дождь. В ночное время – плюс 7, плюс 9, днем до 14 градусов выше нуля. В районах облачно, небольшой дождь, ночью до плюс 9. Дневная температура – 10-12 со знаком «плюс». Ветер юго-западный – 4 метра в секунду. И атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Фермерские продукты от Абхазии до Камчатки в Омске. Разнообразие деликатесов. Все натуральное. По-домашнему вкусно. Приглашаем все попробовать. С 6 по 15 сентября в ТРЦ «Континент». К этой минуте у меня все новости. Всего вам доброго и увидимся в эфире 12 канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова